Всем привет! Меня зовут Лариса. Смотрите, куда я приехала. Это Бейкер Стрит 221B. Я сегодня снимаю для вас видео о Шерлоке Хомсе, не простом, а современном, который снят уже по мотивам Конана Тойла. Это Шерлок Хомс в наши дни. Ну а если вам интересно смотреть Шерлока более классического, то на канале Ирины, заходите по ссылке внизу, будет видео о классическом Конан Дойлинском Шерлоке Хомсе. У меня на канале вы сегодня будете наблюдать, где снимали современного Шерлока Хомса. Бенедит Камбербэтч был единственный, кто был рассматриваться на главную роль. Его сразу же взяли после фильма «Искупление». Я вам покажу настоящие места, где его снимали в Лондоне. Так что лайк моей шапки и пошли дальше. Первая локация это небольшой парк на Рассел Сквер. Именно здесь начинается сериал. А точнее наш любимый герой Ватсон, доктор Ватсон, гуляет по парку и встречает своего знакомого. Они разговорились, сели на лавочку напротив фонтана, сели на лавочку, пьют кофе и разговаривают. И Ватсон жалуется, что ему не с кем снять квартиру, потому что никто его не терпит. На что его друг говорит, что это не проблема и знакомит его с Шерлоком. И здесь мы видим начало нашей любимой истории. Ватсон, как и в книге, служил в Афганистане и страдал психосоматической болью в ноге, несмотря на то, что его ранили в плечо. Это ирония на том, что наш любимый автор Кунан Дойл всегда был непоследовательным в месторасположении раны. Продюсеры для съемок сериала не утвердили улицу Бейкер-стрит, потому что там музей, сувенирные магазины, оживленное движение дорожное, а также нескончаемый поток туристов. И это все привело к тому, что они нашли очень замечательную, прекрасную тихую улицу Норс Гауэр-стрит. И здесь как раз кафе Пидис Спиди Кафе, где вы можете отведать традиционный английский завтрак, а также я взяла обычный, необычный, я взяла завтрак Шерлока Холмса с Салманом. Очень даже вкусный омлет, где здесь не пробуешь омлет, он вообще безвкусен, а здесь даже неплохой. И изначально для пилотной серии кафе называлось по-другому, Snacks Miss Hudson, но его переделали, а все-таки оставили спиди. В любое время вы можете сюда прийти и позавтракать, кроме воскресенья, но имейте в виду, он не круглосуточный, конечно же, а до трех часов работает. На Норс Гауэр-стрит снимали внешний фасад здания, вход в квартиру. Каждый день дверь меняли, и каждый раз, когда заканчивался съемочный день, двери опять меняли обратно. Снимали внешнюю часть фасад, внутренний образ, внутреннюю квартиру снимали уже на съемочной площадке в Кардифе. Я зашла в кафе, где снимали Шерлока, второй сезон, первая серия. Мы оказались внутри кафе Спиди, это рядом как раз находится с квартирой Шерлока. Здесь как раз кушали Ватсон и Майка, и вот, все, можно сказать, тоже самое. Интерьеры здесь есть фотографии со съемок, и прикольно, и здесь есть завтрак Шерлока, я как раз его взяла. Отправляемся в новое место. Следующее место, первый сезон, первая серия, идут в розовых тонах, где Шерлок и Ватсон сидели в засаде, выжидая, когда появится коварный кэпмен. Но, хочу сказать, кофейню, то есть ресторан перестроили, поменяли декор, но место все тоже. Оно находится в Сохо, адрес, конечно, был в сериале неверный, это Сохо. И сцене погони, то есть кофейня, и здесь дорога, куда здесь приехал Кэпмен и Шерлок с Ватсоном выбежали из кафе и побежали за ним. Сцена погони снималась в Карлифе, то есть в Лондоне невозможно пробежать по их маршруту, потому что это маршрут нереальный, но кофейня реальная, вот она настоящая. Дорога, где они начали бег, настоящая. Перекресток, где стал Кэпмен, настоящий. Жалко, что они поменяли свое оформление, потому что она теперь кажется более маленькой. Может быть, камера полнит? Следующая локация, первый сезон, вторая серия, Слепой банкир. Наши герои пошли в банк разгадывать загадку, кто нанес желтую краску на картину банкира, перечеркнув линию глаз желтым цветом краски из желтого баллончика. И вот наши герои пошли разгадывать. В этом банке работал трейдер, который трагически погиб у себя в квартире с закрытыми окнами. Но Шерлок разгадал, что это не самоубийство, а убийство. И они по городу разыскивали граффити, кто их нарисовал, что они значили. Сейчас пойдем в банк. По крайней мере, я думаю, что это банк вы где снимали. Здесь мелькал в кадре огурец. То есть Шерлок Холмс с крыши смотрел на огурец. А вот это здание уже самого банка, где как раз был граффити Слепой банкир, где работал умерший трейдер. Вот она. Трафалгарская площадь популярна среди туристов. Здесь люди гуляют со всех уголков, со всех стран. Очень популярное место среди туристов. И здесь первый сезон, вторая серия. Шерлок и Ватсон расследуют дело слепого банкира. Они проходят через Трафалгарскую площадь и заходят за национальную галерею, где встречаются с парнем-графистом, который их проконсультирует. Кто мог нарисовать этой краской, этим баллончиком, где ее купить. Но дело в том, что пока Шерлок и графист общались, Ватсона ловят с баллончиком краски из граффити и отправляют в полицию. Я на площади Пикадилли. Вы узнаете эту площадь. Эта площадь была как раз на заставке. Мы можем узнать по этому большому экрану. Первый сезон, вторая серия. Слепой банкир. Шерлок проходит по Пикадилли-серклассу и строит маршрут убитого трейдера. Он заходит... Он подходит, точнее, к зданию с телеэкраном. И там как бы есть кафе, где он обедал. Но, к сожалению, здание сейчас на ремонте. Все сейчас на ремонте. Первый сезон, третья серия. Треугольник, который недалеко от телеэкрана. Здесь был парень с бомбой, который загадывал задачку. Через Мариарти, конечно же, он парень был в заложниках. Под снайперами стоял в куртке с бомбами. Загадывал задачку Шерлоку. Тем самым Шерлок должен разгадать и обезвредить бомбу. Первый сезон, вторая серия. Слепой банкир Шерлок и Ватсон расследуют дело слепого банкира. Они идут в Чайна Таун. Что интересно, магазин Lucky Cat снималась в Уэлси, Ньюпорт. Сама улица Джеральд стрит снималась уже здесь, в лондонском Чайна Тауне. Здесь Шерлок проходит мимо овощной лавки и понимает, что граффити написано не древним языком, а на древнекитайском означают цифры. К сожалению, уже и Чайна Таун другой, и нету этой овощной лавки. Сейчас просто утро и, я не знаю, привезли товар, много глазовиков стоит. Здесь как раз есть кафе Росдак. Возможно, они поменяли вывеску, я думаю, где-то приблизительно здесь. Стояла овощная лавка, как и здесь, только уже другого формата. И здесь он понял, что это цифры, а не язык. Сейчас цены все в фунтах, но есть китайское название и английское название «Цены в фунтах». Первый сезон, вторая серия. Шерлок Ватсон и уличный художник идут по этому навесному мосту. Направляются они к скейт-парку. На этом мосту как раз была еще китаянка, которая за ней следила и делала фотографии. Шли они как раз в ночное время. Первый сезон, вторая серия. Шерлок и Ватсон пришли в этот скейт-парк вместе с уличным художником. И они нашли еще одну граффити, сделанную желтой краской. Госпиталь Святого Бартоломея. Это старейший госпиталь, который выдержал блиц, вторую мировую, великий пожар. Но, к сожалению, к моему видео здесь он не выдержал. Здесь опять стройка, реконструкция, ремонт. Остался только фасад. Вы можете заметить, сколько здесь. Сантиметров 30 стены. Я не знаю, у меня глазомер так себе. Вверху вообще, мне кажется, сантиметров 20 тоненько. И будут его отстраивать заново. Очень удобно для таких туристиков, как я. Здесь специально сделали окошечко. И можно посмотреть, как идет стройка. К сожалению, немножко грязно. Строительный забор как раз нам показывает, что госпиталь Святого Бартоломея был основан в 1123 году. Это один из самых древних госпиталей в Лондоне. И это будет открыто как раз в 2021 году, когда откроют Big Ben. Надо будет это видео повторить в 2021 году. Мы знаем этот госпиталь по сериалу, конечно же. Первый сезон, второй сезон. Первый сезон, первая серия. Наши главные герои, Шерлок и Ватсон, знакомятся внутри химической лаборатории. Но химическую лабораторию воссоздали в киностудии в Кардиффе. А внешний фасад снимали здесь. Мы точно помним, что второй сезон, третья серия. Здесь случилась та самая культовая сцена, где Ватсон вот здесь, вот прямо на моем месте, был свидетелем, когда Шерлок проиграл с четвертого этажа. Кстати, персонаж Молли Купер, это, конечно, выдуманный персонаж. Ее не было в книге. Она была специально внедрена в этот сериал, чтобы адаптировать его для нашего времени. Первый сезон, третья серия. Шерлок и Ватсон приехали на осмотр тела, которое выплыло из реки Темзы. Это было тело убитого охранника. При осмотре Шерлок сразу понял, что убийца голем из глины и песка. И действительно, человек был очень большим и высоким, похожим на, не знаю, какого-то монстра. Это было здесь съемка, проходила здесь река Темзы. Видно как раз Сан-Паул. Мост, мост, мост. Здесь много мостов. Пилгравия, это респектабельный район, где живут богатые и известные люди. К сожалению, мы никого пока не встретили, но отличительный знак этих домов. Смотрите, фасады украшены белыми колоннами. Здание белое, очень красиво выглядит, ухожено. Видно, что за ним следят. Второй сезон, первая серия, скандал о Белгравии. Это красивый и спокойный район, где живут очень богатые и известные люди. Но чем известен Этон Сквер 44? Здесь жила именно та самая женщина, женщина-доминантка. Помните серию, когда Шерлок приехал к ней в квартиру, и она вышла абсолютно голая. И он должен по ее внешности угадать, какой код сейфа, чтобы достать оттуда телефон, где были секретные данные, которые могли опорочить честь одного влиятельного человека. Та самая серия была снята именно в этом здании, Этон Сквер 44. Здесь как раз Ирин Адлер, та самая женщина, которая покорила сердце нашего любимого Шерлока. И, кстати, помните сцену, когда Ватсон крикнул Шерлоку «Шерлок, нам нужно вызвать полицию!» Шерлок выбегает на улицу, стреляет, крик, бах! И он говорит «Все, я уже позвоню, они едут». Название эпизодов сериала Шерлока обыгрывает название произведений Артура Конана Дойла. Например, «Этюд в багровых тонах», «Этюд в розовых тонах», «Знак трех», «Знак четырех». Скандал в богеме — это скандал в Бенгравии. Второй сезон, первая серия, мы на месте станции Баттерсия. После того, как Ирин Адлер как бы убили, увидели, нашли ее труп. Шерлок, конечно же, переживал, что она мертва, но не верил в это. За Ватсоном приезжает служебная машина. Ватсон думает, что это как обычно, Майкрофт приехал за ним и привозит именно на эту станцию Баттерсия для личного разговора. Он любит такие встречи. Но на самом деле это была Ирин Адлер, где Ватсон узнал, что она жива и она как бы бей. Непонятно, да? Но не об этом речь. И, конечно же, на этой встрече тайно присутствовал Шерлок, где он понял, что на самом деле она жива. Первый сезон, третья серия, когда парня убили из-за флешки, здесь были секретные планы и нашли его труп за станцией Баттерсия. К сожалению, видите, здесь ремонт, пробраться, думаю, не стоит. Но в любом случае вы увидите эту станцию, сама Баттерсия, как вы видите, на реконструкции. Что планируют здесь построить? Здание с парка. Баттерсия, наверное, тоже будет жилым офисным зданием. Наверху будет крыша для прогулок. Так вот, смотрите, плотненько все застроено. Сейчас тут у нас идут работы, работы, работы. Вот здесь будет здание новое. Видите, Баттерсия распределяется. Биг Бен на больничном до 2021 года. Здесь проходили сцены, второй сезон, первая серия, где Мари Арт узнает тайную информацию, секретную информацию от Ирены, показывает язык Биг Бену. Также третий сезон, первая серия. Здесь Шерлок Ватсон ищет бомбу, которая была начинена в вагон метро и оставлена под зданием парламента. И все напротив Биг Бена. Второй сезон, третья серия. Мари Арти проходит в Лондонский Таур и задумал здесь махинацию с королевскими регалиями. Он хотел, чтобы его поймали и судили. Соответственно, чтобы ему экспертную оценку дал сам Шерлок. Так вот, один момент. Когда он в помещении хотел разбить стекло, ни в помещении, ни за ним не было королевской мантии. Но зато, когда полиция его настигает и ловит, он сидит в короне и в мантии. Вопрос, откуда она взялась? Вопрос, вопрос. Карлтон Хаус Террас. В сериале здесь был джентльменский клуб Диогена, в котором внутри запрещено было разговаривать. Вспомните серию, когда Ватсон заходит в клуб и пытается что-то спросить, что-то узнать. Ему ничего не отвечают. Второй сезон, третий эпизод. Здесь Ватсон встречается с Майкрофтом, и они обсуждают статью о Шерлоке, которая вышла сразу после того, как Мариарти оправдали. И также они обсуждали четырех киллеров, которые следят за Шерлоком. Третий сезон, первая серия. Здесь уже Шерлок возвращается в реальную жизнь, и они обсуждают вместе с Майкрофтом, как он будет возвращаться, и что он скажет Ватсону. Кардельхаус террас – это здание британской академии, где до сих пор преподают гуманитарные и социальные науки. Третий сезон, первая серия, где Шерлок умер. Ватсон, естественно, облакил его смерть. Прошло два года, Ватсон начал встречаться с девушкой и хотел сделать предложение в этом отеле. И тут Шерлок решил объявиться и сказать «Ватсон, Ватсон, привет, я жив!» Но Ватсон воспринял это не очень хорошо, он был обижен, что за два года он его так не предупредил, и тем более еще смеялся на его усами. Естественно, он ему дал по шее. Потом, конечно же, он отпустил обиду и был рад, что все-таки Шерлок и жив. Здесь снимали внешнюю часть отеля. Сам ресторан был уже снят не в этом отеле, а уже в другом месте. Но все равно приятно побывать на локации, которая есть в Шерлоке. Третий сезон, первая серия, доктора Ватсона похитили. Мэри начала получать сообщение зашифрованное. Она пошла к Шерлоку. Они поняли, что Ватсон в беде, взяли мотоцикл и отправились в погоню его спасать. Тем временем они засветили Букингенский дворец. Эта сцена погони была снята ночью. Тем самым Ватсон находился в горе из мусора и палок. Его хотели сжечь в честь дня Гая Фокса. Но наши доблестные друзья Шерлок и Мэри разгадали место, приехали и его спасли. Следующая локация. Третий сезон, третья серия. После того, как Мэри выстрелила в Шерлока Холмса, Шерлок сбежал из больницы, чтобы найти правду. Мэри пошла его искать и через бродягу вышла на этот адрес. Ленистер Гарден. Бродяга дал ей телефон, на который позвонил сам уже Шерлок и сказал, что это ложь Ленистер Гарден, все равно как ложь Мэри. То есть это дома без окон, закрашенными окнами, без дверных ручек. Это дома снесли, когда строили здесь метро и оставили здесь только передний фасад, чтобы заглушить звук и не портить улицу, не портить красивую улицу дырой и поездами. Также заглушить шум. Все равно как ложь Ленистер Гарден, фасад тот, а внутри пустота. Пустота – это ложь. То же самое, как и Лгала Мэри на самом деле. Это не тот человек, от кем кажется. Поэтому интересная метафора. Кстати, Шерлок сделал проекцию фото-видео на соседнее здание Мэри, тем самым себя обезопасив. Если Мэри его бы убила, то на фасаде осталась бы ее фотография. То есть он так себя обезопасил. И, кстати, где-то здесь сидел Ватсон и услышал их разговор, что на самом деле Мэри – это не так им кажется. Обязательно пересмотрите третий сезон, третья серия. Это та самая улица. С обратной стороны видно, что здесь просто осталась стена спереди. Она красивая как фасад, передний фасад очень красивый. Белые, черные двери, белые окна потрясающе сзади. Вы видите здесь жилые дома, посередине пустота. Ложь Ленистер Гарден – это ложь Мэри. Заканчиваем видео уже в фабе, посвященном Шерлоку Холмсу. Здесь атрибутика под Шерлока показывают фильмы. Здесь фотографии, какие-то реквизиты со съемок, книги. И я поднимаю полпинты из Ситра за вас. Спасибо, что смотрели мой канал. Я буду рада вашим лайкам, комментариям. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Спасибо, что были со мной до конца. И увидимся уже в следующем видео. Всем пока.